так вы взяли вот я взял так вот он сейчас появляется вроде бы это брат василий вот василий мы с ним познакомились через валерия сутармина вот у него возникает возникли семье нерешенные вопросы он и сейчас решает и вот он хочет свою ситуацию сложившуюся в семье во свете библии что посвятили вот он сейчас расскажет он не против что у нас выставляется все в интернете мне это нужно знать василий добрый суток геннаде иконыч да нет конечно все говорите укрой тебе слова я слышу начну вкратце выбрал жену женился венчался стараюсь работаю не пьешь не курю ведешь порядочный образ жизни вот уже много лет женой были 50 год все потихоньку жили подожди какие-то шорохи сильно как будто ветер дует это ветер дует громче громче говори василий потому что ветер за это пробуй папа поближе к устам и говорим хорошо в общем ситуация следующего рода характера жена вышла на работу вроде бы ничего не предвещало беды вот ребенок маленький я ушел с официальной работы потому что нужно было дом достроить до за ребятенком присмотреть пока он маленький то еще у нас и как бы все равно дело нету никакого до ребенка на работе такая дрянь у нее там происходило в результате чего жена как-то начала меняться сказать меняться ничего не сказать из доброй порядочной заботливой мамы и жены сделали какого-то дракона любой человек с улицы ну или кто который не понимает о чем речь идет не понять и не объяснить как выяснилось позже у нее на работе там сидит один жулик по-другому назвать не знаю проводится у себя там на работе эти психотренинги вот подбивают людей с семьи бросать там разводиться и прочее ну ищет где какую бы выгоду себе рассказывать что он там к новому свету к новому богу какому-то там проведет мускуйский человек на самом деле пробовал с ним разговаривать гадости всякие обычно это наговорил наобещал там всю мою семью провертеть как захочет сказал что ему там все с рук сойдет в этой конторе ему все сходит как говорится с рук не знаю почему жена клюнула на все эти рассказы о том что там на голову там что-то упадет с небес вы жили же сколько жили сколько сколько говорится ни один пуд соли съели ребят ребятенок у нас маленький полтора годика на тот момент было и что она забираю ребенка в один прекрасный день нам мешает забрала ребятенка забирай ребятенка и вали на все четыре стороны потому что мой там директор директор или целитель говорит вы ему мешаете вы как прицеп просила его помогли головой подумать наконец-то что она делает что творит причину допустим для развода были для того чтобы мы бросили на золото она так ничего не смогла найти сказал что мне там наобещали горы золотые вот и все я думал ситуация она как бы ну подумает немного головой через какое-то время пройдет успокоиться там угомониться я думаю может не лезть в ситуацию как не лезть в ситуации когда у тебя дома с утра до вечера нужно сыном заниматься стройка стоит и должен строиться а потом в ночь бежать еще на работу то до этих психотренингов до ее увлечения но вообще рук не хватало что привело это к тому что привело одни на на шею сели другие эти психотренеры на шею сели куча всех всяких целителей на общем семьи просто разрывают на части и и многим просто наплевать я пробовал одному по ночам там начал название встретиться поговорить он там перепугался бедный несчастный все затих вторая дамочка тоже там на рассказывала я там всех там озолочу все на свете а тебя вообще сделаю чуть ли не мачо бабникам каким-нибудь и вообще дамочка какого влезли в мою семью вообще чё там у вас хоть семья то есть а у меня маленький ребенок и жена не пойми чё с ней ладно вот этот самый главный фрукт который она сидит там на своем на заводе и за счет как говорится субсидий до дотации парням до девушкам просвещение устраивать на добровольно-принудительной основе не выйдешь еще он там премии лишит интересный способ мотивации да очень здорово а то что на этом заводе должны люди не знаю там тракторами комбайнами заниматься он об этом забывают у него там похоже только свои шкурные интересы эгоистические какие-то нажиться да и все походу до самоутвердиться за счет слабаков пробовал обращаться пробовал же с ним разговаривать он трус он слабый он там нажаловался ездил разогаривался со службы безопасности ребят что за бардак наведите порядок в чем дело что это за полуночные звонки в самом контору до скольки работает до пяти до шести ну а что это такое посреди ночи какие-то ай-гуй какие-то похабные сообщения что зайти леща выписать этому гражданину пассажиру какого вообще имеет моральное право пользусь своими должностными полномочиями посреди ночи звонить жене там иди дороги что вообще был страх потерял сказали что не первый раз руководство все фиолетово все это в дело покрывается попали записи слышал что там происходит ничего там хорошего не происходит у него там все в его собрании все недолюди всех убить всех же всех расстрелять один один только он элита и всех кто к нему примкнет все там будут чуть ли не богоизбраны чего он это взял не знаю но человек такой думаешь все позволено дозволено я взял записи эти просто сделал психоанглийическую экспертизу распечатку пошел прокуратуру а нет обратился к генеральным наведите порядок взрослый семейный человек что у вас там устроили им тоже все фиолетово похоже за одну прокуратуру сходил да да за такое мы там да мы там разберемся ну и что в итоге написали мы его предупредили чтобы он так больше не делал она больше вы что вообще ничего не способны идите в областную прокуратуру нам тут страшно у них там родственные связи видите но сейчас дело пока остановилась на генеральной прокуратуре я это так спускать не буду оставлять это моя света моя семья дороже у меня ничего нету я понимаю что супруга сейчас просто напросто топит и меня есть да и сына получается вы что это нормальная мать я не знаю за семью будет горой стоять они скажут забирай пацана и едино все четыре стороны дом построил отписал молодец мы не стыдно конечно но за за то что не разрядил вовремя но я думаю что всему проблемой всему проблема вот эти как раз такие эти жулики которые людям рассказывают что они там из них рокфеллеров наделать и прочее потому что любой здравомыслящий человек в такую чушь не поверит это ж как нужно блин промыть втереться в доверие промыть мозги чтобы я конечно не владею медицинской вот сейчас не ушел же продолжил дом строить заниматься сыном и что в итоге на меня писали всякие доносы всякую дрянь писали что я там то ли его этого гада убить собираюсь потом вроде как забрали я так понимаю себя убить собираюсь идиозы меня участковые прокуратура следственные комитеты таскали ребята какой сама убить у меня маленький ребенок за которым надо с утра до ночи одеть обуть накормить садик сводить все как у себя блин вагон дел а вы мне там убить не убить пошли там справки заказали там характеристики и прочее у меня каждый год медкомиссии полиграф и прочее еще за бред поразбирались поразбирались поняли что все эти доносы это полная ложь и клевета по сути дела ну терпел молчал молчал как бы думал что делать обратился в областную прокуратуру а там там такая же она никому ничего не надо все наша правоохранительная система так работает по моему если есть возможность быстро закрыть дело они закроют а если нужно поработать то так никому ничего не нужно подумаешь это семья подумаешь это ребенок пока что-то пока как говорится беда не случится уже конкретно никто и пальцем не шевельнет конечном итоге что получилось начались сыном она может такие препятствия чинить то ключи от дома выкрали мы в дом попасть не могли подождем детенок промок потом болел пришлось потом бегать по лекарства по больницам по всей этой в итоге уже вроде выздоровели пошли на поправку я суд просил писал ходатайство примирение и прочую жену просил угомониться там такая агрессия на ровном месте спрашиваешь ну чё ты делаешь это ж наша семья мы с тобой извините меня я же тебе под венец вел ты мне слова говорила ты что не хозяйка своих слов пишешь дело нас маленький ребенок у которого должен быть и мама и папа или нет никаких причин лишаться одного из родителей или еще что-то конечном итоге я еще узнал незадолго до того как еще ребенка украли я называю так кража потому что нормальные родители так не поступают еще узнал следующее что там за по записям что надо из меня сделать бомжа должника выиграть ребятенка еще и шантажировать манипулировать им так надо я посидел подумал подумал а почему я должен вот бросать с ребенком куда-то идти или там как они говорят вот тебя риска выселение вот тебе еще что-то ты уже отстроил молодец мальчик ты же все отписал а ребенка ты уже наверное не получишь я подумал чему тебе все родаоры не задолго до суда как говорится за пару дней взяли по сути дела да и выиграли вынесли все имущество просто-напросто все строительное оборудование которое годами при накупал закупался эти сварочные аппараты пилы брели болгарки чтобы все дома дом строить а ну-ка сколько надо компьютер все повыносили телефоны поразбивали чтобы вообще не было никаких документы чеки все повыносить и жади чего чтобы потом на следующий вечер за два дня заседания суда сказать забирай заявление на этого жулика и дома да иначе пацаненка не увидишь вот все что и сказали я нет я подал заявление встречный иск я буду судиться я отобью эти пол дома они этому жулику который там я не знаю там что там какие-то может планы строить на этот дом зачем то что он в лес как говорится нашу семью зачем то что он угрожал ее как говорится раздолбать ее все а моя жена как собачка манипулировать что она там будет ему все делать трус и мерзавец вот он кто самый настоящий в итоге я подал встречный иск и все равно отсужу сейчас я буду изо всех сил стараться отсужу чтобы ребенку там было и что и я буду с ребенком не захотят сниму где-нибудь вон дом квартиру переедем он день ближе к садику и ребенок пусть он ходит садик получает все дополнительные там услуги что там все хорошо было а жена пусть с ума сходит дальше если у нее ничего святого не осталось в таком случае тут еще теща тоже старается изо всех сил то разведут то дочка аборта дочка там тебе нужен какой-нибудь богатый то еще что-то сама жизни ничего не добилась сама жизнь жизнь свою пустую потратила дочки всю жизнь испоганилась начиная с малых лет одно к одному как говорится нашла вода на камень меня пробовали шантажировать пробовали угрожать вот как раз таки жулик я не боюсь в чем него бояться два раза как говорится не помирать один раз не страшно что он может сделать каких-нибудь там гопников подошла да пускай подсылает нам больше ума не хватит вот сейчас бьюсь за то чтобы еще ребенка наконец-то вернули все устроил думал чтобы ребятенок ходил садик чтобы это все не видел этих всех этих судов мало все чтобы вот этих всех гадостей которые против меня строят против нас по сути дела строят нет решили по-подлому я прошел уже шесть прокуратуре прошел следственный комитет 2 пеки 2 пд и настолько big обил порогов чтобы восстановить свои права и сына наша вот сейчас хочу обратиться у меня еще осталась надежда по сути дела к нашему митрополиту составить хорошее обращение я не верю во все эти загсы и прочее я верю что я привел человека церковь у нас была таинственная была вот вот поэтому я сайт от своих слов не отказался отказываться не собираюсь да вот такая жена ну и что надо бороться надо стараться изо всех сил чтобы через какое-то время ребенок подошел и сказал спасибо папа что ты не бросил когда было тяжело все были против и не побежал искать какую-нибудь другую маму или создавать еще другие семьи это уже будет не жена это уже будет сожительство жена один раз выбирается или муж и все я конечно сумбурно сейчас рассказал у меня есть я я старался вот петицию написать чтобы люди услышали увидели потому что вот моя семья она не первая на самом деле поскольку уже перед этим на этом же заводе пострадала от этого жулика людей да и вообще по напасть везде везде такое чувство что у нас 90 никуда не ушли у нас ммм и да всякие эти кашпировские похоже на каждом углу только по другому называться теперь начали вот и все стараются видят слабых людей в да и вы как могут зато сами потом шикуются в золоте в бриллиантах а наша вся правоохранительная система и глубоко наплевать вот пока действительно горя какой-нибудь беда не случится пока не начнется как говорится самосуды еще прочее никто пальцем не пошевелит вот ладно бог им судья я вот сейчас хочу нашей парке на очень грамотно обратиться я думаю что если все объяснить хорошо да хочу что произошло как как я это вообще все вижу попросить помощи как говорится ведь же есть же церковные суды на которых решаются подобные вопросы должны принципе решаться иначе зачем мы вообще ходим церковь так для галочки да нет либо ты верующий либо ты так а ты из какой-нибудь я люблю свою жену и ребенка очень люблю завтра у сына день рождения вот стараясь от то есть поехать отвезти ему подарков чтобы у него хорошо день прошел чтобы запомнил мы полгода не виделись а я старался его искал он даже меня я забыл начал забывать ему всячески старались ну шиша папа ушел папа там умер и всякую дрянь ему но он все равно мне не забыл даже когда вечером я ухожу там уезжаю из другой обратно город он папа не уходи а я ему обещаю сынок я буду бороться за свою семью и буду бороться за тебя и все будет у нас хорошо василий теперь вопросы какие вопросы у меня вопрос вот самый такой вот для пень и он сложный как донести до нашей ростовской епархии вот грамотно что я хочу что я от них прошу потому что надежда у меня только на них если они конечно откликнутся как говорится на зов на призыв о помощи что делать женой не понимаю что рано или поздно она думается она поймет что но как достучаться к этому человеку как не натворить как говорится больших бед но чтобы быть спокойным я спокоен идти стараться честно правильным путем изо всех сил стараюсь не опуститься как говорится не не вдастся все тяжкие знаешь тоже как говорится нервы не резиновые игнат тихоныч вот самый основной вопрос как быть вот с нашей епархии как как правильно достучаться до них никак они вам не помогут никак даже при всем желании вы ниже наделены возможно первая ошибка ваша была то что вы женились апостол павел говорит лучше остаться одному иначе у вас будут скорби а мне вас жаль у нас жалеет и выхода никак вы уже выпали из там с десятого этажа пролетаете 5 говорить а что теперь делать приземлиться спокойно вам не удастся ничего нельзя сделать если вы верующий остается только молиться эти не прокуратура никто не может у нее власти нет это помогли бы если бы вы были в тунисе были мусульманином и оба сейчас сразу арестовали и обыдрали пока из нее шкура не разлетелась она переехала из россии в казахстан раньше еще рассказываю но она привыкла что уже подает ему 10 дней у нас сидел вернулся но она точно так же он ее погонял он такой мужик выпилоха подала заявление ее вызвали и он не стал показывать документы вот по документам по этим то он получит три года ты жаловалась он тебя бил добил вот синяк но вопрос решен а то есть фильм такой василий сталин именно вот и из этого какой он был атак нет брежнев когда молодой был вот такая история на наяву была он ее расспросил ну вот гордом я ему сейчас говорит путевку а там суд и его судят у тебя ничего не будет что есть он работает да работает любит тебя да любит но сам отпьет другого пока нету так согласно или не согласно она начала так вот у нас погреб я тебе сейчас туда посажу в этот погреб ты будешь сидеть пока на тебе одежда вся не сотлеет или ты заявление берешь и больше ни разу не придешь она завала взяла заявление вернулась домой все стала терпеть и жизнь наладилась мусульмане это умные люди они умеют разговаривать с такими у них подкаблучник очень трудно найти то что вы делаете вам это не поможет тут только молитва доверия богу она жена такая ну какая она жена то и даже назвать женой может нельзя с кем она была как а вы переживаете в отчаянии буквально входите вы остановитесь на этом пути не надо ничего делать надо только молиться у вас знакомый виталий попросите его чтобы вместе установить время молитвы за нее и как звать ксения да помилует господь да исправит да наставит бог влияет на сердце он может сделать так что она в ней будет отвращение к тому где она находится вы упустили момент причину я не буду исследовать я знаю как правило там муж мужа трудно найти было в этих делах она делала другие то находили к ней доступ то а вы уже готовы жену упустили из рук ну как это так поэтому советы все запоздалые запоздалые советы ни один совет вам ничего не даст это определенно у них нету прав он не может еще сделать он мог бы если мусульманин он бы ее нашел у корот уедал бы а это тут нету государство фактически не поддерживает вас если не сказать больше вы им надоедаете маленькие движения какое-то и вас сразу заберут вы должны сейчас вести себя очень тихо ваши разговоры прослушивается все и записывается зачем вам это нужно такая жена как богу угодно если действительно известно что она будет вам неверная посожительствует с каким-то мужем то вы имеете право развестись но остаться до смерти пока она умрет а вы мужчина молодой вы не знаю вы держите или нет остался без жены не ищи жены апостол павел прямо говорит поэтому зачем я не знаю у вас какая цель была что на меня вышли то я как вам объяснить чего вы ждали я пытаюсь 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 обратиться я понимаю что как вы говорите мусульман у них у своих свое духовенство они могут обратиться и им помогут у нас есть на самом деле я считаю что у православной церкви все возможности так же поступить но как так правильно обратиться чтобы они не юлили не искали повода от тебя как говорится иди мальчик что ты вспомнил там или прочее вот все говорят типа мол а вдруг ты ее бил вдруг ты ей что-то плохое делал вдруг ты еще когда ничего не сделал я вот сейчас попробовал вот у меня ребенок я ради сына ради сына пошел на все это борюсь другие жены да зачем они мне нужны я один раз в жизни человека выбрал я хозяин своих слов я не собираюсь больше бегать за этими у которых не знаю ветер в голове в этом нет смысла жизнь пролетит и все а вот сейчас вот как побороться так за я вам расскажу у меня брат работает на авиационном заводе работал ну и приходит и говорит Андрюша сейчас шли на работу видели моя говорит жена Светка опять с солдатами а там рядом воинская часть ну и танцы она опять там с ними я ее убью убью я ее заразу он говорит а ты где Светлана нашел-то ну где на танцплощадке ну там и ищи а он его знает и говорит а ты Анютку свою где нашел он говорит в церкви я вернулся из армии пришел в церковь верующий ну и она в хору пела и постепенно постепенно познакомились и повенчались и жили я ее сейчас сегодня день покров Божьей Матери я ее искать нигде не буду да я сейчас пойду в храм и знаю что моя Анна Демидовна там находится и правда там она находится а вот какая жизнь да никакой жизни то нету ее не может быть без Бога я ее выбрал а ты ее не выбирал бы ты выпросил у Бога я вот выбрал у меня было так я приехал там в Новосибирске их пять девушек а я один первый парень на деревне а в деревне дом один вот девушка там познакомились какой а тут старики собрались они ко мне были неравнодушные старики и говорят ты не эту бери а я не обещал ничего а вот эту возьми показал с которой я сейчас живу понятно почему об этом молились стали молиться я познакомился мать у нее глубоко верующая моя мать тоже верующая и Господь так все это устроил и когда я за слово Божие оказался в вузах в тюрьме где-то так как моя жена поступала это только жены декабристов поступали все бросали и ехали она везде пробилась и до Москвы и везде ну тут подоспела помилование от Президиума Верховного Совета СССР в 87-м году 25-го марта было нас 210 политзаключенных одновременно освободили она показывала такое где-то пробивалась где была это все в ней открылось а я другого и не ждал от нее она всем говорила о Боге подарила Евангелие она проникала буквально в тюрьму а у нас по-моему сейчас где 30 серебряниками потрясли туда и побегут куда ветер не хотят вообще через всю эту жизнь она же она сейчас день от дня она сложнее становится но если стараться и не падать как говорится духом идти рука об руку как начинали когда у нас вообще я человека встретил с мобильным телефоном и все не гола не я приехал я приехал в Ростов из села так я старался из каждого года из года в год все лучше лучше больше работы больше заработка что-то трудиться строиться когда я слышал слово что мы же семья забывала все и днем и ночью на двух трех работах и домой прибегать и стройка и все учебу бросил юридически говорят вот ты такой бездельник я приезжал из командировки и засыпал буквально на ходу а все равно я знал что нужно пробиться без всяких кредитов без ничего надо стараться стараться потому что семья это изо всех сил и что в итоге вот сейчас случилась беда и многие вот знаете как отвернулись просто как от прокаженного а не дай бог у вас что-то такое случится и я отвернусь когда кому-то что-то надо Вася помоги Вася то Вася еще еще бежишь помогаешь я не знаю то ли тот менталитет такой на юге то ли вообще не знаю зачем мы сюда приехали на этот юг с Урала там хоть люди простые адекватные всегда помогут всегда выслушают всегда чем смогут а здесь вроде как бы и все до свидания у меня вы ни разу не сказали что молились вы с ней где-то нету вы живете нормальный хороший человек по мерзки а мир слушает своих помощь без бога так что ты сделаешь то ее сердце повернулось в другое место если бы вы с ней вместе молились считали слово божие этого бы не было у нее страха божия нету и поэтому вас могут утешать говорить но это все ну на одну минуту вы опять погружаетесь туда же вам нужно самому обратиться перед богом покаяться и выпросить выпросить у бога как должно быть это я вам говорю потому что все время работаю с людьми ко мне многие обращались я был прорабом большую должность занимал а бога то как следует не знал а когда обратился все стало на свое место притом сразу вчерашние враги или рассеялись все все вернулось на место бог в боге все это в церковь когда были вы даже ни разу не помянули были вы там или не были хотели ходили на исповедь причащались ли была ли она там ничего не известно то вы говорите как обыкновенный мирской человек я вам сочувствую не дай бог такое как у вас но вы решили движение не делайте иначе они вас прихлопнут как вот фильм лево фан если вы смотрели на соискание оскара ставили вот так Игнат Тихонович вопрос этот не ставился но я если бы я не ходил бы в церковь и ребенка своего бы не водил я бы уже от отчаяния не знаю натворил бы столько бед а я стараюсь каждый утром стал помолился чтобы не так тяжело было на душе вечером чтобы не так чтобы тоже от отчаяния как говорится каждый и за себя и за ребенка за жену за всю свою семью даже за врагов стараюсь чтобы чтобы им как говорится Бог простил я стараюсь ходить пришел с утра есть возможность не падаешь как говорится не валишься а что сейчас делать побежал в храм помолился отстоял службу пришел ну для каждого на каждом углу не будешь об этом говорить это это мое личное дело ходить просить Господа Бога благодарить Его за то что как говорится солнце светит есть что поесть есть крыша над головой и силы дает забороться за то во что я верю за то что мне дорого а если на каждом углу это говорить то можно за дурака примут еще вот так вот и все таки я думаю что нужно обратиться в нашу епархию ну я вот что сказал я из этого выйти не могу у меня жизнь вот такая если без Бога хотя бы один шаг сделал я сразу чувствую идет не туда дорожка сразу разворачивается а та такая вот она так теперь видите виноваты там многие где-то надо всегда брать вину на себя в данном моменте я искал хорошего искал того засыпал на работе а главное то может быть было и упущено я вас не сужу я просто говорю зная как это без меня не можете делать ничего Евангелие от Иоанна 15.5 не можете не можете до хаяха буду не можете напрасно бодрствует страж если Господь не охранит напрасно строит если Господь не поможет напрасно так псалмопевец Давид говорит один шаг и только должен быть с Богом а вот сейчас в таком состоянии не вы а другого мужчина из него угодно что угодно органы будут вызывать ты делай вот это из тебя что угодно сделают а когда ты веришь в Бога ты как скала ну нету семьи нет ребенка а ты их не спасешь их не было и не будет все вы убиваетесь за это это главное ни на шаг не поможете вы одно только думаете как прославить Бога Господь допустил забудь обо всем старайся угодить Богу делай все для ребенка там для жены но все это во имя Бога во имя Иисуса Христа и вы увидите как у вас сердце успокоится вы сами себя убиваете разрываете буквально туда пойти составить вы по митрополиту кому напишите вам никто не поможет никто даже президент сейчас даст указание ее не притянешь у нее свобода ее тело ей принадлежит и она им распорядиться так как она хочет а не как ты это Лев Николаевич Толстой говорит в кресле в Растанате и ничего нельзя сделать значит я поила кормила мать говорит ребенку она это отвечает кормила поила а другом стать не удостоилась надо было заботиться об этом у нас совершенно другая была обстановка в семье отец инвалид войны а 10 ребятишек не один ребенок 10 5 парней 5 девчонок 10 мать героиня и мы никогда не видели чтобы жена моя мама обращалась с отцом Тихоном так вот мы этого не знали у нас как-то все по-другому было всегда висели отец такой калека и мы никогда не слышали чтобы они что-то жаловались никогда как-то Бог так устраивал все забрали у нас тогда налоги были большие это и гусей и пчел все забрали а он и молит войны 10 ребятишек ограбили она которая забирала все там поехала зимой упала руки ноги отморозила и все ее и нету а мы все работали пасли и помаленьку помаленьку поднимались все время с молитвой утром вечером молитва как тебе Господи угодно вы твердо уверены что она должна валиться в плане Божьем может быть это совсем и не предусмотрено а как не знаю за все благодарите вы сейчас должны благодарить Бога что у вас именно вот так случилось благодарить а вы сейчас может быть идете на преграды которые уже Бог поставил вам не перейти их ты научись благодарить слава тебе Боже наш слава тебе благодарю тебя дальше я не знаю Господи помоги мне исполнить волю твою святую мы временная коротенькую жизнь свою куда затолкали то жена и не было бы жил без жены и молился этого бы не было а есть значит надо заняться подобающее место я ходил в церковь я спрашиваю это не про это с женой вместе дома утром вечером молились судя по разговору может это у вас и не было домашней церкви нету а нету значит жена будет возвышаться над тобой ты ничего не сделаешь поднимешь руку тебя посадят сейчас довериться Богу вам что ваша сила сидеть спокойно Господь говорит ничего не делать никому не обращаться просто молиться помощников у вас нету не было и не будет да это я уже понял я это уже давно это понял да да вы поняли успокойтесь сейчас успокойтесь мы помолимся о вас вот рассказали не просто я сидел бы слушал я сидел и молился когда вы говорили ваше положение я даже не знаю как бы я перенес ли это надо довериться Богу отнял Бог жены остался без жены не ищи жены успокойся а вы если останетесь сейчас один вы еще будете искать еще жениться как Яна Москамэнский говорит у нас такие есть в общем они и так уже хватит уже крови попили надоели это не жены Игнат Тихонович это кто выходит там по два по три это не жены это это сожительницы это не жены это не жены Василий я ничего сказать больше не могу я только говорю то что пережил во что верую и как действую вам не нужно сейчас ничего делать просто молитесь простой нормальной спокойной жизнью если ребенок еще у вас берите с собой в церковь сходите все на этом больше я ничего не могу сказать давайте прощать у нас сейчас занятия будут Игнат Тихонович скажу последнее я полгода бился чтобы аппарат сына вот сейчас вернуть нормальной жизни чтобы он видел меня чтобы он знал что я мог заботиться так вот из последнего что хочу сказать у меня было два пути либо сложить ручки и даже ни разу не попробовать ветер заглушает я говорю что у меня было два пути не слышно вы меня слышите сейчас? нет не слышно просто губы шевелятся и все ало вы меня слышите? ни одного слова не слышно Игнат Тихонович да Игнат Тихонович сейчас слышно меня? немножко слышно так вот у меня было два пути либо сдаться и сложить лапки либо попробовать побиться как говорится и посмотреть что из этого будет вот я бьюсь за семью и буду дальше биться я жил всю жизнь по уму и по совести которые мне как говорится дедушки и бабушки родителей наградили и так и буду у меня тоже в семье были тяжелые случаи и отец погиб и брата тянуть и маму я с малых лет я знаю что такое тяжелый физический труд вы не думайте что здесь в городе сидишь или еще что то я достаточно по молодец как говорится навкалывался как проклятый я знаю что это такое сейчас у меня все все отнимают все все ради чего я старался трудился во что я верил да мы не так как многие вот старики старшее поколение которая выбирала правильно своих жен и мужей ходили в церковь вместе с ними да этого нету что не дали то не дали но всю жизнь по уму и по совести и до конца дней буду стараться так жить и не опускаться до уровня быдл и всяких вот таких всяких подонков наболело простите ну все давайте прощаться Виталий у нас занятия будут по скайпу надо подготовиться ничего не слышно Виталий ничего ни одного слова не слышно ну мы тогда вас отпустим вы отключайтесь а мы с ним там договорим хорошо отошел отошел